За ходом обсуждения сегодня наблюдали и приемные родители. Поводом для визита в Алакжан в Заксобрание стал один из вопросов, вынесенный на повестку. Наболевший и давно обсуждаемый повышение выплат на содержание детей-сирот, воспитывающихся в семьях. На протяжении семи лет размер поддержки для дошкольников составлял 5200 рублей, а для школьников и студентов около 7000, что гораздо меньше прожиточного минимума. Сегодня рассматривался законопроект об индексации выплат с 1 июля следующего года на 15%. Семьи уверены, этого мало. Уровень инфляции за это время составил в разы больше. Мало, считают и депутаты. Высказались представители всех фракций и были единодушны. Документ надо принять, но надо и работать над решением проблемы дальше. В тех условиях, в которых мы сейчас оказались и области, и Россия, я считаю, что мы сделали хороший шаг для того, чтобы и дальше продолжать эту работу. Так предполагается, что рабочая группа разработает поправки, которые позволят школьникам из таких семей получать бесплатное питание. Широко обсуждаемой темы касался и еще один вопрос, который сегодня рассмотрели депутаты. Речь идет о сборах на капремонт. Собственники квартир, делающие взносы на спецсчет, смогут приостановить выплаты, при условии, что накоплена определенная сумма. Это очень важный фактор, поскольку без такого ограничения фактически теряет смысл. Люди интересы не имеют к тому, чтобы накопливать. Я думаю, что это мы сделали совершенно правильно. Там формула, она довольно простая, эта формула, по которой рассчитывается сумма минимального платежа, умноженная на величину площади, умноженная на базовую срок, 60 месяцев. Кроме того, сегодня были внесены изменения в бюджет текущего года. Депутаты уточнили размер федеральных поступлений, увеличили расходную часть казны. Также одним из вопросов повестки стал так называемый правительственный час. Перед народными избранниками выступил заместитель губернатора области Виталий Тушинов. Тема обсуждения – эффективность управления государственными предприятиями. Это и предприятия, которые занимаются ремонтом, содержанием дорог, перевозками, энергетический комплекс, целый ряд услуг. На наш взгляд, государственные предприятия должны быть образцом, должны быть примером идеально сделанной работы, образцом для подорожания. И, конечно же, государственные предприятия должны выполнять главную функцию – не зарабатывание прибыли, а решение социальных проблем. В ЗАГСобрании пояснили, такое обсуждение важно и для того, чтобы определить судьбу каждого госпредприятия, совершенствовать ли его дальше или стоит включить в план по приватизации. Дарья Анфиногенова, Игорь Трифонов. Специально для программы Новости.